С каждым годом все больше внимания во всем мире уделяется охране природных богатств. Наш район – место, где находятся сразу две особо охраняемые природные территории – Саяно-Шушенский заповедник и Национальный парк Шушенский бор. На днях большая группа работников нацпарка совместно с сотрудниками охотнадзора и полиции провела рейдовое мероприятие. Его цель – предотвращение преступлений против экологии и поиск нарушителей режима парка. Мы сегодня проходим территорию Национального парка, границу по водохранилищу. Выявляем следы захода браконьеров на территорию парка. Но сегодня, правда, прошли всю границу и следов практически не было. Но это хорошо, что не было. Катер на воздушной подушке – самое эффективное средство передвижения по льду Саяно-Шушенского водохранилища. Легкий и маневренный он позволяет участникам рейда пройти всю дистанцию вдоль границы за короткое время. Береговая линия просматривается с помощью бинокля. Занесенные снегом берега специалисты прочесывают и пешком. Задача – найти следы пребывания здесь злоумышленников. Объектами незаконной охоты в этих местах чаще всего бывают косуля и коварга. Сейчас для борьбы с нарушителями используются и современные технические средства. Благодаря умным гаджетам с берегов водохранилища ведется настоящая онлайн-трансляция. А это вот тот самый регистратор, с помощью которого ведется наслеживание передвижения всего живого в национальном парке. То есть датчик движения срабатывает на передвижении объектов. И тем самым мы отслеживаем все процессы в определенных точках. То есть там, где наибольшая вероятность встречи с нарушителем, мы выставляем эти фоторегистраторы и затем уже отслеживаем все процессы. Рейды вдоль границ особо охраняемой природной территории проводятся регулярно. В этот раз встречи с браконьерами не состоялось. Нужно уточнить, что сама по себе охота на некоторые из видов животных и птиц здесь не запрещена. Необходимо только по всем правилам оформить лицензию. Ксения Соковикова, Сергей Ковалев, программа «Южные горизонты».